Йоу, всем привет, сам Кайпчат, все дела. У нас в гостях человек при жизни, ставший легендой, отец... Я. ...ососнователь российского стриминга, киберспортсмен, бывший футболист, первый пранкер на Руси, человек, борющийся за справедливость и готовый всегда постоять за друга. Человек, поражающий своими физическими способностями и ораторским искусством, собравший себе разные личности. Мотиватор, базовичок, фитнес-тренер, рэпер, эксперт в кино, пикапер, географ, бизнес... Базовичок, блядь. Мэн, выпустивший свой лейбл в 2014-м... Помним мы этого базовичка, который в первые дни выступал против, а потом с ним кто-то побеседовал очень жестко. Хес, а ничего. ...в этом году, первый Руси-стример, создавший свое казино. Человек, который творил эту эпоху и, по сути, сам стал эпохой. Встречайте, Виктор Огорок, он же Читбан, это Джей. Ну ладно, ладно. Его теперь 500 человек смотрит. Не, ну слушай, я так скажу по поводу Читбана-то. Я его помню еще, вот когда я сам начинал стримить, у него на тот момент, блядь, в те времена, было под 10 тысяч зрителей. А это, это как, наверное, сейчас, наверное, миллион, блядь, зрителей, я не знаю, 100 тысяч. Ну, то есть, по тем меркам. То есть, тогда 10 тысяч казалось так, как будто ты известен на весь мир. Если бы меня тогда смотрело по 7 косарей, это мировой формат, это все, это мировой уровень. Это настолько огромный известный, что просто пиздец. Сейчас 7 тысяч, это уже, знаете, типа онлайн, при котором тебе на стрим приходят и говорят... А че с онлайном? Представляете, 7 косарей, это уже хуяда. Хотя 7 тысяч людей, если представить, просто взять какую-нибудь площадь и загнать туда 7 тысяч человек. Вы себе даже не представляете масштаб этого, какое количество это людей. И то 7 тысяч, это одновременное количество людей, да, то есть это то количество людей, которые сидят одновременно сейчас. Но за 5 часов стрима, например, проходит там несколько десятков тысяч человек. За весь стрим. Там 40-50 тысяч, может быть, 80 тысяч за весь стрим. А вот теперь представьте, 80 тысяч человек в одном месте. А, хуеть! Это вообще жесть. Да давай уже, переходи. О, вот это осуждание. Ты заебал, господи. Приступим. Виктор Огорок, 29 лет, рост 192 сантиметра, вес 90 килограмм на данный момент. Родился в городе Санкт-Петербург. Учился в школе 121, где на тот момент работала его мать Светлана. Его отец, Игорь Огорок, закончил Питерский государственный университет телекабелькации. Читбанн имеет двух братьев. Первый Сергей, родился 24 июня 2004 года. Малого активно готовили на роль стримера. С малых лет он присутствовал. Подожди, его брат тоже стример? Его на стримах. И в очень юном возрасте уже... Ё-моё, что? ...практически провёл прямую трансляцию. Второй брат старший, Павел Огорок, личность которого держится в секрете. Медийная карьера Виктора началась в далёком 2012. Но если его личность в секрете, то... Наверное, этот брат его, который в секрете, и поговорил с ним тогда, когда всё только началось. И он своё мнение резко поменял. Человек уже на тот момент понял, что не хочет связывать свою жизнь с заводом. Первой тематикой, что неудивительно для того времени, стал Майнкрафт. Тема не выгорела. Ролики набирали всего 500 просмотров и за год... Бля, Жиза. ...виктор набрал 2000 подписчиков. В ноябре 2013-го создаёт новый канал... И ворует... ...адаптирует формат с разводом продавцов читов. Берёт хайповое название, окупай, п***, филяй, переделывая его, выкупай, ликвидай. Где меня и голос притворяются ребёнком, что... Бля, я эту хуйню смотрел тогда, помню. ...чтобы его развели и всунули вместо читов винлокер. Функции читов 6 в 1. Вот так вот. Он рабочий сам... Спидхак есть в нём? Разумеется, есть. Это же многофункциональный. Ну давай такой, давай такой. Запустите от имени администратора. Так, окей, да? Окей, да, конечно. Опа, на. Что? На что он вскрывает карты и происходит интересное общение или троллинг? Сколько вам лет-то? А, как это... Не знаю, вот Барсу по голосу... Глядь, я бы Барсу лет 20 дал. У тебя 20 лет, да? В районе 20, наверное. Ну, больше. Ну, больше. В таком возрасте ты такой хернёй страдаешь. Тебе вообще не стыдно? Это ничтожество по жизни. Ты просто... Это вам читы нужны были, да? Подожди, я не понял. То есть он сначала записывал видосы, как он наказывает тех, кто блокирует Windows тем, кто хочет читы скачать. И потом сам же начал этим заниматься. Да. Ну, а что, на какую игру? Так, мне нужно на чирягу, на сгущенку. Что, давно с читами играть? Челеникс. Я по-жесткому, я по-жесткому вообще, ФКС. Бля, скайп. Только недавно начал. Ну, чё запускай, кто там скачал? А чё это такое? Чё случилось? Аж... У меня мама убьёт, чё ты сделал? А чё я сделал? Дурак или что? А чё случилось-то? Шиндоус. Заблокирован. А, ну видишь, это ты с читами играл, наверное, да? Я с читами играл. По сути, это было бы... Оскара. Подожди, Губан. Экзешник, который после перезагрузки отключался. Я больше не буду. Мы реально, чувак, больше не будем. У него появились подражатели, на которых он натыкается посреди одного из роликов. Ну, короче... Потому что ты на ютубе, чувак. Окей? Подожди, нет-нет-нет, подожди. Ты тоже на ютубе, чувак. Это шо, окупай дебиля? Я тебе скинул обычный экзешник. Лебай там этих окупай, сколько развело. У меня школьники разводят школьников. Попадаются друг на друга во время съёмки видосовали. Нет, это наты на ютубе. Сухо, блядь. О, мне сам чит банит позвонил. Ха-ха, блядь. О, а ты сам попал ко мне на канал в роли дебила. Я тебя поздравляю. Всё доброе, ребят. Позже выйдут ещё форматы. Окупай, закрывай, удивляй, являющиеся просто ответвлениями. Ник чит... Господи, сколько там этих окупаев-то, господи. Банит Виктор придумает как раз в то время. Дословно, забанен за читы. Канал рос быстро, роликов выходило много и в апреле... Сколько, сколько там просмотров? 40 тысяч, 60 тысяч. 40, 40, 40. Ебать. Ну, не, ну в те времена нормальные просмотры. В 2013 году он регистрирует свой твич-канал. Тематика Винлог. В 2013. Угу. Ну, примерно тогда, когда и я. Бля, причём те пранки от читбана-то реально неплохо выглядели. Скажу я вам. Я тогда очень расстроился, когда он перестал это делать, блядь, записывать эти пранки. Он тогда пару видосов записал по этим пранкам и чё-то хуй забил. Я причём не понял, какого хрена. Нормально вроде получилось. Сейчас те пранки смотрятся хорошо. Винлоги ведёт себя на камеру весьма уверенно. И в целом эти видео состарились нормально. Извините, я случайно. Давайте я посмотрю, я не знаю, я случайно просто проверял. Забрызгал. Она просто сама включается непонятно когда. Блин. Блин. Я весь испачкался тоже. Вы спросите, а была ли постанова? Лично я спорных моментов не увидел. Витя рассказывает, что их было два. Могу сказать по-честному, что пару пранков постановочных было. Опа. Пару моментов в пранках, да, было. Блядь, тут сразу видно, что это постановано. Блядь, ну тут сразу видно, что постанова. Возможно, в головной вагон стриминга он не успел, но не... Блядь, ну у меня за окном поезд захерачил. Я аж охренел сейчас. Смотря на свои габариты, во второй успешно протиснулся. Его канал был в числе первых полторы тысяч русских риэторов, зарегистрированных на Твиче. Э, а я где? В смысле, блядь? А где я? А я где? Я там на первом месте был, походу. Выше него в списке такие стримеры, как Стрей, Флэджи Кей. Рядом стример Шосмородинова. А ниже мы видим... И Хэсус был еще! Меброза и Флашек. Какой Меброз, блядь? Ты! Я уже тогда аж стримил активно. Аудиторию с Ютуба на Твиче перегонял. Фиаско. Какой фиаско, блядь? Если интересно посмотреть других стримеров, ссылка в закрепить и грамма переходим. Так вот, вернемся к ЧБ. С детства играющий в КС делает то же самое на стримах и в начале 2015-го собирает на трансляциях уже больше тысячи зрителей. По факту, полностью переквалифицировавшись, фултайм... Я у тебя талу-ложки узнал, нихуя себе, слушай, круто. Стримера. Чувак, это пи***р, я иду, слышишь? О, Гвин, блядь. Ну да, он же тогда с Гвином еще общался. Точнее, Гвин с ним общался. Ну, они общались, короче. Все, все, банк, банк, банк! Съемки в пранках его больше не интересуют. Канал какое-то время еще поживет за счет его друзей, но с ними деловые отношения у Виктора не сложатся. Популярность росла быстро, ввиду ма... О, ЖСВН! ЖСВН! Это Твич, правильно? Или что? А, ну да, Дред. Артас. Вежелинк. Лололошка. ЖСВН, блядь, Гуфовский. Гнум, ебать! Я помню еще, Гнум же был тоже стример этот. По Хардстоуну, которого забанили за просмотр мультика. Как Южный парк. Вот. И до сих пор вроде не разбанили. Гуфовский, Кейк, Мел, Мелхарукас, Алоха, Манурин, Виловгеймс, Гладиатор, Гавер, Стинтик. Братишки, блядь, царите-то, лошара нахуй. На предпоследнем месте. 17 тысяч фолловеров. Ёпани-сир. Малой конкуренцией среди стримеров стал монополистом игрового раздела. Часто собирая на трансляции практически 5000 зрителей на обычных и на всяких контенте. А Мэд где? Да вон же он, Ханни Мэд. Среди стримеров стал монополистом игрового раздела. Блядь, ладно, не показал полностью, ну ладно. Да шо ты, Элли Бигги, че случилось? Собирая на трансляции практически 5000 зрителей на обычных и на всяких контентиках, число зрителей уходило даже за 15-20 тысяч. Нихуя! Что для того времени является успехом мирового уровня. Ну да, о чем я и говорил. Существующая на тот момент контрстрайк, а также поведенческая модель трушного полного парня в рваной футболке, причина успеха читбана доставшего для многих другом. Я считаю, наверное... О, да ладно, он стримил с... сеней? Моя главная фишка, наверное, ну опять-таки, я не знаю, как это звучит, но, наверное, потому что я такой простой парень. Вот реально, то есть как бы... Ну, то есть обычно абсолютно человек, который, ну, не знаю, просто сидит стримит, играет в игре. То есть я, конечно, стараюсь максимально общаться с аудиторией, поэтому у меня... Ты просто смеешь на выбор! Что это заходить? Что это такое, блядь? Люди ставили приписку ОДЖЕЙ в нике, он сам стал плотно ассоциироваться с контрстрайком. ОДЖЕЙ означает «Удаст локтя в лицо», который так зафорсился, что молодого человека даже начали показывать по телеку, только слегка не в положительном ключе. Вот и давайте посмотрим, что при таком подходе к образованию и воспитанию порой получается из наших с вами детей. А этот молодой человек дает совет таким же, как он, любителям онлайн-игр, как сделать так, чтобы родители... А, бля, я вспомнил этот репортаж, мы тогда на стриме еще это обсуждали. ...ставили вас в покое и не мешали играть. Если что-то надо, тебе, если тебя что-то не устраивает, ну, сядь ты, пообщайся с родителями, возьми маму, папу, посади на стулья, сядь и скажи. Родители, так-то, так-то, типа, что за ху**а? Ты у нас с локтя маме? Мама улетает, батю в почку с ноги, лоу-кик в голову разок, и все, и пока не выруби, можно 2-3 часа посидеть. Ой, бля. Буквально весь твич, и не только русскоязычный узнал о нем, и вместе с ростом... Ой, сука, я вообще вахуй, бля. Давайте внесем гвакамоль в ящик Пандоры, думаю, легко справимся с этим. А ящик Пандоры тебе здесь как поможет? Ты че, блядь? Ящик Пандоры, если я не ошибаюсь, создан для того, чтобы бороться со всем уж какими-то ебнутыми, которые там сборы делают на дроны, через те площадки, где они нарушают эти самые правила. А... Тут-то ты ничего не притянешь. Вероятнее всего. Спасибо за 100 битцов. Медики пришли, рекламные предложения, предлагавшие легкие деньги. Казино, замаскированные под рулетки. Такие сайты... Опа! Это как CSGO Jackpot, CSGO Lucky, CSGO Fast, обладающие не лучшей репутацией. Принцип работы простой. Люди заходят на сайт, ставят на кон скины из своего интеря, В зависимости от стоимости которых Выдавался определенный шанс И исходя из него решался победитель Чем больше сумма твоей ставки Да, помню такие штуки По сравнению со ставками других игроков Тем больше твой шанс на победу Выгода сайта заключалась в комиссии Ля, сука Миссия, обычно составляющая 10% Но ничего не мешает Помимо этих 10% еще и жульничать Подкручивая друзьям Или мамам, папам, медийным личностям Вот это 100% наебалово сайта Вот прям 200% Что и случилось с нашим героем 4 апреля Подожди Хардплей рекламировал кейсы И говорил, что это наебалово Или он просто зашел на сайт Бесплатно и такой Типа, вот это наебалово Так, ну окей, чё Так Читбанет же свои темы имел Он тогда, у него свой сайт был с кейсами У Читбанета В 2015 года Виктор написал некий менеджер Предложил сотрудничество Баннер на экране за 2000 рублей За стрим Ебать тогда цены нищие были И сумму 50 тысяч в месяц За игры на их сайте Видите, по... 50 тысяч в месяц! За месяц! Охуеть! Это пиздец Почему ты этого не понял И принял сумму 50 тысяч в месяц Как ежемесячную И за баннер И за игры на их сайте На то мы сошлись Сумма... Чё, блядь 50 тысяч в месяц Ну ты Блячит, баннер-то Развели на бабки Маленькая даже для того времени Несмотря на это Чеба её почему-то Преуменьшает до 10к Ну для меня это Хорошая сумма тогда была Какой кошмар Это факт, это факт Аааааа... 10... 15... 15 тысяч Милана Петровна. Которого заставили заняться на камеру. На что Виктор отвечал в стиле. Возможно не хотя идти на противоречие с рекламодателем. Также получал вещи для крафтов и кейсы, чтобы перед рекламой прогреть зрителя. Что выгодно для сайта и для него самого, потому что это активность и бесплатные скины. Но аппетиты растут, Витя запрашивает скинов уже на 500 баксов обратно. И правильно делает, потому что он наконец начал понимать реальную цену данной рекламы. На стриме в 7 дней Виктор наконец-то очнулся и попросил повышение в зарплате. Заявив, что им интересовались на других сайтах. По итогу, садясь на сумме смешных 3000 рублей за стрим, у человека на админе сгорает. И он выдает. Так, чёрт. Но аппетиты растут, Витя запрашивает скинов уже на 500 баксов обратно. И правильно делает, потому что он наконец начал понимать реальную цену данной рекламы. На стриме в 7 дней Виктор наконец-то очнулся и попросил повышение в зарплате. Заявив, что им интересовались на других сайтах. По итогу, садясь на сумме смешных 3000 рублей за стрим, у человека на админе сгорает. И он выдает. Почему ты говоришь, что наш сайт лагает? В ответ на что ЧБ вкидывает. Вы что мне, шанс занизили? Случается словесная перепалка, в результате которой админ сайта разводил теряет своего кита. После чего он заявляет о прекращении сотрудничества. А Виктор объединяет их в кидалове. Что они заплатили каких-то жалких 17 тысяч за 7 дней пиара успешного стримера. И это действительно пиздец. С еще не выдаенной аудиторией Виктор дал... Это пиздец, рекламируют такую хуйню за 3000 рублей. Учитывая онлайны Читбанета на тот момент. Его смотрел тогда по 10 тысяч. За 3 косаря. Огромный бус сайта. Ну бля, Читбанет сам на тот момент вступил. Что его так вот дешево себя продал. Полная переписка лежит в ТГ. Одним файликом. Ссылка в описании. На попу на эту переписку тут реально какой-то разводил его. Потом Виктор, до этого делавший вид, что не понимал... Причем, как я понимаю, с обеих сторон он-то разводил его. ...что происходит грязные махинации, на стриме показывает переписку, обвиняясь в сайт на крутке шанса. Нормально? Это он мне написал. Ну я такой прочеку, прочеку. Читбанет типа не знал, что ему подкручивали или что? Нормально, да? Смотри, мы подумаем, чтобы рекламировать, нужно выигрывать, как ни крути. Я думаю, на этом моменте мы друг друга поняли. Вот что это значит? Как утверждает он сам, он понял, что ему покручивали только после того, как начал перечитывать переписку. Я вот не понял. Я вот когда сейчас перечитываю, я начал уже доказываться, наверное, что это значит. Это значит, что я буду три раза выигрывать подряд по 4 тысячи долларов, да? И дальше они залетают в Дискорд. Блять, скайп. По сути, начинается оскорбление и выяснение отношений, кто кого наебал. Ты просто это отрицаешь. Да, да. Нет, не целиком, не целиком, не целиком, но сливные игры есть, не целиком. Я уверен в том, что не все игры сливаются, естественно. Но сливные игры есть, стримером вы сливаете, там вот мне вы слили. Эх, ну и конфликты раньше были, конечно. Своевые такие прям вообще. Мне вы слили выигрыш. Это 100%. Как по мне, подкрутка очевидна, и знал Леонид ЧБ, когда просил повышение зарплаты, каждый решает сам. Думаю, как минимум догадывался, но предпочел не копаться в этом. И тут в затухающую просовку влетает Симпл, молодой, горячий, обидевшись на слова Витька, что он школьник, называет Витька жирным. Чего, блять? Ебать, конфликты в те времена были. Этот того школьником назвал, тот обиделся, назвал этого жирным. Ебать, вот конфликт, блять, начался, охуеть. Сейчас конфликты, конечно, совершенно другого уровня. Тогда просто, блять, ой-ё-ёй. Я назвал школьником, реально. А я его не назвал школьником, я задал просто вопрос. Блять, что? 5000 зрителей у Симпла тогда было, охуеть. Что, если я тебя назову жирным хуесосом? И он сразу обиделся. И даже обещает приехать разобраться вместе с Зевсом, что впоследствии удаляет, но косвенные доказательства остаются на реддите. Комментаторы того времени, мягко говоря, его не любили, припоминая ему все возможные зашквары, начиная от кражи скинов и подозрения в последних матчах, заканчивая эксцентричными заявлениями в адрес немцев. Почему Симпл влетел? КС ГУЛАГ являлась на тот момент спонсором его команды, и хоть он открещивается от прямого сотрудничества с ними, но все-таки говорит о том, что скины они ему дарили. Мне вообще не нравится, КС ГУЛАГ это полное говно. Когда я хотел, ну, когда они мне давали шмотки, когда я заходил, они мне уже скидывают шмотки и спрашивают, так что ты на ESL-чике будешь вставить? Я говорю, ну, уже три месяца мы с ними сотрудничаем, и КС ГУЛАГ и довольно-таки неплохой сад. Чё? КС ГУЛАГ это полное говно. И КС ГУЛАГ и довольно-таки неплохой сад. Завидуя успеху ЧБ, на тот момент являясь 17-летним школьником, Симпл совершал самые необдуманные поступки. Но тема мутная, практически оставшаяся в аналах истории. Сам же сайт наёбщик... Я анал истории, кстати. ...сильно просел по онлайну, можно сказать, ушёл в туман, и вылезла эта канава из конторы спустя полгода, только после того, как история подутихла. Как только они объявились, ЧБ выпускает видео, в котором говорит, что они его дудосят и чуть ли не угрожают пистолетом. Спустя некоторое время ситуация окончательно сошла в нет, а ЧБ вышел из неё победителем. В тот момент уже несколько месяцев работала его собственная рулетка, КС ГУЛХОТ. Как утверждает Виталя, идея запустить свой собственный проект возникла только после ситуации с КС ГУЛАКи. И чтобы бедные люди, и он в частности, не был обманутыми, он создал свой сайт. КС ГУЛХОТ. КУЛХОТ. Ну, плюс ещё мой сайт добавится в скором времени, сайт почти готов, сайт почти готов. Вот я честным словом говорю, сайт почти готов. Данные слова сказаны уже на второй день конфликта. Осталось купить дизайн и донастроить, ну, грубо говоря, запустить бета-тест, чтобы понять, какие баги есть. В скором времени мой сайт будет. По его словам, он со знакомыми долго пытался сделать сайт, но ничего не получилось. Симпл сейчас называют жирной свиньёй... Эска? 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 А, чё? Получалось до тех пор, пока в его жизни пришли рандомные прогеры, которые предложили ему стать лицом уже готовой рулетки с разделением прибыли в 33%. Рабочий процесс, и какой у тебя был процент доли? Ну опять-таки, в силу того, что я был маленький дурачок... Только не говори, что больше 70 отдавал. Сейчас, ну дослышу до конца. Не, ну смотри, ну... Мне приходят челики и говорят, что у них уже готовый сайт. И вот мы сидим в TeamSpeak, и они говорят, ты согласен? Ну да, надо. А два по процентам теперь обсудим. И они такие, ну у нас... А, там было их двое. Ну у нас трое, давайте на троих делить. По 33%. Я такой, ну ладно. Цифра? Следующий его уже не первый раз. 13, 14, 16, и эта тварь на три фрага больше меня сделана, и он открывает рот о том, что я дно обоссанное. Имея грёбаные 33 часа в игре, тварь вонючая, ты вообще читером должен быть, говноед. 33 часа! Ебать, токсик. 33 часа! 33% очень мало для основного двигателя сайта. В дальнейших интервью будет сказано, что данное распределение он считает несправедливым. Хотя надо было, ну конечно 50 на 50 хотя бы, хотя бы 50 на 50 730 А сколько заработал-то с этих 33%? 60, 40 Ну или так, да, я столько денег на этом улыбал в одном решении ЧБ в очередной раз Грубо кинули Ну не в первый раз такое с нами происходит Принцип работы его сайта не отличался от других, но радовал скоростью работы, симпатичным дизайном и упором на честность Что очевидно никак не проверить, теоретически-то сайт мог подкручивать, но зачем? Если твоя репутация важнее и незапятнанная обманом сайт может принести в разы больше Раскрутка пошла, и если все начиналось с 10-25 долларов, то дальше сумма одного прокрута может переходить до 1000 зеленых Дальше больше, суммы дорастают до нескольких тысяч Драгонлор и ЧБ мутятся туда-сюда как семечки Сам ЧБ начинает лудить Я знал, что будет жопа, я знал, что будет жопа Я знал, что сейчас будет жопа полная Подсел на лудку Я знал Количество денег у Виктора превышает ВВП Молдовы А заработок с комиссией конкретно этом прокруте составляет около 300 долларов Что 20 тысяч по тому курсу, буквально за одну минуту 20 тысяч всего лишь Комиссия в целом была чуть ниже, чем на аналогичных сайтах И составляла 5% для своих, если у вас в нике стояла приписка ОДЖЕЙ, и 10% для рандомов Рост успеха сайта с 25 долларов до 1000 связан с тем, что Виктор не был зашкварен во лжи Ему верили, а азарт игроков буквально в разы больше, чем в казино Не, ну а сколько он в общем-то заработал, есть информация Варим от чистой прибыли ЧП говорит, что в лучшие времена она составляла 300 тысяч в день на троих А, то есть 300 на троих? То есть по 100 тысяч каждому? Огромная сумма, но кажется даже заниженной Слушай, ну на пихе сайт приносил, вот лично мне, в день, ну типа 1100 рублей Это с комиссией? Это комиссия, да С выигрыша, да, с каждого выигрыша? Да, да По сути... 100 тысяч в день, ебать Он убивал двух зайцев, играл на собственном сайте, кайфуя с лутки и получал... Бля, ну для того времени это же вообще ебнутые деньги Нет Получал за это огромные деньги Постепенно, когда Виктор устал от стримов, он отошел от рулетки, как и от КС в целом И завершилась эта история 30 марта 2018 О, прям на мою днюху Ха-ха Нормальный такой подарочек мне сделал ...года, когда Steam добавил бантрейда на 7 дней Который, как казалось, невозможно было обойти О, бля, все, да Желания уже не было По сути, бантрейда послужил формальным поводом оставить уже этот умирающий без пиара сайт То есть рулетки в САЁ получается То есть вот это обновление, что скин блокируется на неделю И мы подумали, что, в принципе, это никак не обойти изобили Хотя потом, естественно, уже как-то начали обходить зарубление Через две недели, да Да, быстро очень Ну мы как бы просто... Ну на тот момент, естественно, мы... А, то есть не в САЁ, нашли все-таки, да? Способы Уже как бы и особо там онлайна не было, ничего там, какие-то копейки капали Но если вы думали, что это единственный сомнительный бизнес Виктора, то был другой Который, как по мне, является самым крупным зашкваром Который он скрывает, не рассказывая о нем в интервью Да и зрители об этом не вспоминают А сейчас, чтобы не потерять хронологию, мы пойдем дальше После разборки с КС... Чё, блядь, СПБ тут чё забыло? Гулаки Витька преследуют множество мелких конфликтов Как... Что, блядь, он в 2013 году с СПБ конфликтовал? Как он сам утверждает, его ненавидела добрая половина Твича Во время игры... А, ну было, 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 было Ну, блядь, потому что Читбан отвел себя... Ну, как уебок через Вэшну Ну, если так вот откровенно говорить На одной рулетке он оскорбляет какого-то школьника И на него начинает бычить стример Шурс Который заступился за своего знакомого Давай, мы хотим выслушать твою позицию Сначала, смотри Давай вот ты сюда лезешь, ты здесь вообще не пришел Ну, хорошо, давай Если ты сюда лезешь, я вот... Так, а никто же не лезет Просто, зачем, расскажи мне, зачем угрожать Ты здесь кто такой? Ты почему сюда лезешь? Почему тебя сюда приприлят? Алло, дядь, ну ты немного базар фильтруйся Кто я такой? Но ты своими поступками Пытаешься задавить 16-летнего типа Который, блядь, ну тебе ничего не сможет... Чел этот стримит до сих пор И вот в каком... Нихуя себе, блядь Это он же? Ладно У отборного скупа он превратился Так, а чем происходит? Ушла, нахуй Ну это манишка, ебать, а не футболка Что это за футболка? Что это за футболка, ебать? Блядь А что, собственно говоря, происходит? Ну, сутенерочка Да за шо? Да за шо футболки-то? Смотрите, каким я был Это, кстати... На том, знаменательный и противоречивый для ЧБ 2015-й подходит к концу На стримах появляется его товарищ Игорь Суслов Участвовавший в съемках пранка для его канала ЧБ Пранкс Суслов в их компании был неким Игорем Линком, которого унижал Хованский Че, блядь? В роли Хованского был Гвин, один из лучших друзей ЧБ ЧТО, блядь? Который на долгое время выпадал из медиаполя Но стримит до сих пор Ивляясь в свое время даже десницей самого братишкина На одном... Десница, блядь, братишкина В стриме Гвин даже ударил Игоря за камерой Отношения у них... ЧТО? ...как-то не сложились Я о тебе блядь что-то сказал сегодня, блядь Без мота, блядь, Блин, можно? Не... Я тоже не помню Тебе сказал... ...прям на прямой нет Просто ты за спиной любишь, знаешь Идем, бакурим Идем, бакурим Идем, бакурим Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха ha-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха я такое не поддерживаю но тем не менее эта проблема сугубо сусловой для гвин блять если шкаляр такое отношение терпел значит это его выбор я не буду убить кстати да суслов блять все заткнись нахуй покажи 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 это я сделал случайно я сказал скаферу вылазить вы знаете 2000 эти там леща да покажи делал это все прислал ну вот ты еще вот смотри вот покажи там по статистике смотри мистер вот я не верю вот смотри 2000 пришел да 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 блин у меня я на колени только не буду не надо на колени фонарь 1 2 3 да что-то в стиле мол строя да я телегонечка чё-то не то еще хочешь давай да ты по шее бьешь ты вообще понимаешь где то что но со слов чб он прибегал попыткам утихомирить гвина мне гвин я суслово пиздец защищал от гвина суслов какой гвин капец как суслово гнобил я его защищал и гуру и гвин не надо суслов нормальный парень не надо вин за шо ты гнобил суслова я на я на гвина обиделся говорю ты не прав гвин и суслов нормальный гвин извинись блять очень интересно было бы послушать что об этом скажет сам гвин алло гвин ты чё скажешь про это а лаборации пришел за бред у исходит активно чат бана всячески помогает суслову платит за него ищет девушку водит в кино на предпоказание да кто такой тот суслов то господи боже мой чувак к нему все прилизы даже спасает его из передряг 16 января игорь по просьбе чб пошел в магазин начал расплачиваться на кассе 5000 купюрой продавщица сказала что она фальшивая а кассе стою 5000 купюра который давала твоя мама она фальшивая либо рвать ее здесь либо полицию а кто определил что она фейкова что за бред а кассир а кассир внушок я не знаю чувак что-то на тебя может кассир разводить нет ее реально сейчас порвали и все ее нету как в смысле порвали чувак 25 ксаре порвали потому что типа фальшивая прикольная то какого хрена разорвала ее на две половинки и унесла в подсобку чб выдвигается на помощь но из-за контента сейчас игр находишься домой 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 короче сейчас полицию типа вызывают оставляя своего младшего брата вести прямой эфир виктор доехал до магазина и начал вести разборки при просьбе придавить две половинки кассир сливается что и подтверждает развод что я бать читбан это в те времена просрочку записывал как артем вульф уже тогда видите в тренды эти поднимал блин но никто не оценил походу я покажите составляем не работники магазина дымовой невнят намекают на камеру я сидит итогу виктор с родителями сам вызвал полицию их опросили но до заявления дело не дошло или в итоге мы сошлись на том что мы им к ним претензий не имеем и они на возвращают да факту конечно же кто-то скажет что надо было додавали до конца тому подобное я согласен ребята что мы могли спокойно пойти написать заявление там попробуйте судить даже большие деньги уволить там всех тому подобное но честно скажу вам честно окупай порошня и так запар по жизни у меня у моей семьи в последнее время много того чтобы добавлять еще какие-то судебные тяжбы чб опередил даже артема вульфа я блять так пошутил куда ты лезешь мои шутки блять я ахуе для не готовился там доёбывай заказе это моя шутка блять после очередного конфликта просто ваху блять то в жизни чб коллаборации наших товарищей продолжили в чб даже собирал 6000 на стриме чтобы подстричь суслова 6 к игре получает более ну так блять вообще что ли я я не понял типа он те времена по всем трендам прошелся так понимаю блять и на лысо с забавки стрик уже кого-то тема я больше такое никогда делать не буду я когда игру как-то неудобно сейчас чувствую собранные деньги пошли на оплату работ по проведению интернета игорю даже времена трэш-стримеров не говоря уже о недавних событиях не пришли а за деньги они это было блять даже времена трэш-стримеров не говоря уже о недавних событиях какой парень хест вообще что ли тех не пришли а за деньги они уже стриглись я трэш-стример это шахуел блять я не могу я не могу это нечто да нормально нормально же не идет после бросок для за 6000 рублей они тогда даже не догадывались что в будущем стримеры будут бриться за 5 миллионов рублей до короткая просто короткий виктор за 55 тысяч долларов также утверждает чуть больше что помогал суслову в съемках роликов и был готов отдать ему канал с пранками но у этого парня ничего не получалось возможно он уже начал подбешивать этим чп и в один момент чел просто регает твич и начинает стримить не уведомив своего благодетеля чем чё надо было уведомлять бы оскорбился от того что человек которому много помогал ничего ему не сказал о своих планах выйдя как он считал на его поле чего блять то есть чел зарегал себе канал на твиче начал стримить но должен был уведомить об этом чит баннета и спросить разрешение можно ли ему стримить на твиче при этом как бы читбан не являясь администратором твича и создателем этой площадки как предъявляя су слову за то что тот какого-то хуя на его поле стримит ладно я человека кормил на халяву человек у меня на халяву блять сидел тусил у меня человек на халяву блять пиарился ему нельзя теперь стримить все для него было в течение блять этих ёбаных двух лет и сейчас он берет в грёбанную блять крысу начинает у меня за спиной какие-то свои движухи мутить на которые я естественно возмущаюсь типа икорь шо за хель я тебя пиарим а он предъявлял ему за то что тот забирал у него аудиторию его я суслов типа настолько был крутой что блять забрал онлайн учить бан это с тобой как бы там договоренности мы с тобой как бы ну мы с друзья а ты у меня за спиной хочешь там что-то заниматься своим говоря об этом гвину и вове в первую очередь они мне почему-то не обсудив это со мной те времена виктор не хотел делиться пиаром что по сути бред если ему кто-то отправлять смайлик свой своего канала в чат не его смайлик боят человека да 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 и у нас по этой причине был конфликт чит бана там потому что я вот эту вот историю когда чит банит у себя вот представьте блять я сейчас начну банить себя в чате пермачом людей которые будут приходить сюда и использовать смайлы от других стримеров моем чате не за банворды не за оскорблен а за просто смайлик блять ну представьте вы пришли от и тохи сюда и какой-то его смайл сюда закинули с его лицом я такой о блять но теперь матч не надо мне туда рекламировать лицо тохи а то у него там сейчас онлайн а побольше окончательно сожрет меня сейчас люди сидя на моем стриме увидят его смайлик и точно перейдут к нему блять стриме смотрите вы стримы ну логика ебнутая конечно вообще конкретно прям и тогда у меня с этого порвалось очко паша дуэта вот эта история с сусловым где он блять буквально запрещал челу стримить на твиче потому что он считает это своим местом нахуй его поле еще там несколько моментов блять в этой хуйни учит бан это у него была какая-то вот эта тема я не знаю это связано с чем наверное с тем что может какие-то комплексы были и тут эта хуйня со смайликом я помню я тогда захожу на стрим к щит банату и решил проверить отправляю смайлик свой свой смайлик он мне перематчи дает просто я отправил блять смайлик нахуй и мне перематчик или прилетает это понял нахуй руби спасибо мне кажется здесь хотите мое мнение вот это острая тема все дела у меня были огромные цифры на тот момент типа огромный так и многие люди хотели за счет меня на мой взгляд все равно немножечко аудитория но кого блять смайликом аудиторию тебя отжать ты настолько блять немощный был что ли что у тебя так легко аудиторию блять спиздить даже с помощью смайлика пиздец игорь знал такой загон своего товарища который дал ему столько помощи и положил хуйца на это я просто для себя не представлю то есть и смайлик отправил и у тебя онлайн сразу падает из-за смайлика челы пошли смотреть стримеры потому что смайлик ну это же вообще смешно а вдовое сустав подмечает что чебе не понравился именно тот факт что он в принципе создал твич я создал твич почему я должен отчитываться об этом вот давайте с этой стороны посмотрим ему не понравился его создал я ему об этом искал хорошо он не будет типа получать процент от меня да за мой твич прикольно значит кидал нужно его сразу слить да вот так это значит вот это очень только середина ролика надеюсь ты понимаешь масштаб личности несколько конфликтов форматы стримов которые только спустя долгое время станут популярны человек активничал во всех сферах и естественно было очень много завистников копаться в интернете я 15-го хоть и весело но весьма сложно пожалуйста поставь лайк и подпишись на канал это очень поможет продвижению отвлечемся от скандалов и поговорим про другие проекты читбанного помимо еще живого youtube канала он уделяет набор свою команду headway games как я играл в прибыль я помню этот канал это типа ком типа сборище стримеров который стримит на одном канале view изобретая склады проект до этого уже функционировал но люди менялись как перчатки и что-то не шло но популярно помню раньше было популярно блять вообще знаете чё были каналы на твиче где стримили разные женщины то есть один канал но на одном канале стримят разные девки то есть даже не знаю как это вот как вот студии сейчас есть он лифан щицы да в петербурге где там в одной квартире несколько комнат и там они соответственно вот этими вещами занимаются а на твиче был канал назывался что-то girls to rule что-то такое короче говоря и на этом канале подрубали каждый день чуть ли там не 24 на 7 стримили разные девки они подрубали в разное время и как бы все и получается за счет это и у них был как бы сутенер получается который им этот канал создал их позвал на этот канал так боево начинала с того канала а реально я просто не помню что там за девки были на том канале на этом girls rule вот если у них был какой-то сутенер у стримерш он их заставлял стримить на этом канале они стримили получали процент с донатов и соответственно свой процент получал предводители вот этот их вот которым создал этот канал girls to rule и блять вот этот вот и говорят боялся этого начинала ну а ведь поднялась у нее получилось а все другие которые там были я даже не знаю ничего все она с чего подросла вместе с возможностью дать нормальный начальный пиар он набирает людей в команду из двух парней и одной девушки впоследствии он хотел набрать еще людей и поля стримы там шли 24 на 7 девушка отвалилась быстро на два других парня юджин и бустер остались и закрепились на долгий срок да это не бустер но чего придумал даже бустера повязки только не хватает а на стоять у нее был такой же никнейм еще никнейм стере чувак очень сильно напрашивался в проект и его взяли такой не буду называть там никнеймы и так далее но просто там челик например был то есть он ко мне в склад просилась вот в это доход в геймс типа вот со словами что это там последний вы шанс там с такими то что чуть ли чуть ли там не умирает человек но он как бы меня заинтересовал конечно я его типа за слов стере эта ситуация выглядела немного по-другому преби свой шанс ты обязан подать заявку я откуда ну ладно начинаю писать заявку утром в 7 утра наверное после кого-то ночного стрима и понимаю что он появился новый пост у виктора мол видос надо записать записываю видос и рассказываю все что я вам рассказал что я бросил универ что занимал своей деятельностью пока не могу это сделать своей работе бросил универ ради стримов вот я не умолял я не клялся в чем-то я просто говорил вот такая ситуация я любом существую добьюсь но этот проект для меня большой шанс большой шанс сделать не идти на какую-то работу консультантом а сделать из моего так надо свой канал было делать а не идти на какой-то сраный чужой проект стриме на чужом канале и думать что это тебе даст какой-то невероятный взлет не я понимаю типа учит бан это аудитория и он я так понимаю периодически этот канал рейдил ухвал свою аудиторию работу распределение прибыли было 50 на 50 вместе с донатами подписками короче на все великовато но такие правила на которые они согласились так вот если с первым стримером проблем не возникло то стере 20 месяцев от стриме с горем пополам и в самый сложный период в жизни чб свалил нужно добавить момент крупный pr прекратился так как просмотры учебы упали в нули ну практически поэтому отдавать 50 процентов прибыли просто так было действительно странной идеей за косплеев тимати виктор отбирает у него ник удаляет отовсюду упоминание о нем все записи вообще все что может послужить пиаром свободно плавание что-то у него получалось но сейчас сидит 400 просмотрами не зрителями а именно с просмотрами 2 же стример ушел относительно недавно нормально сейчас проект умер на этом закончим понятно ну вот хотел рассказать о проекте а получился опять конфликт в этом весь чб 2015 2016 года куда бы он не пошел за углом всегда буду ждать неприятности но было ли время когда он жил спокойно до чб после конфликта с условным пожил еще какое-то время относительно спокойно за исключением небольшого негатив чека со стороны братишкина больше похожего на роли тут читбанит короче если что это не единственный негативчик а то подумайте что он просто школьником и его имя один раз упомянул что кайт ведь а чё не на инфинити ведь блять соколянский господи вова того времени был очень токсичный он чё на читбана то наехал что-то я вот этого не слышал наверное мог посоперничать даже симплом в любом случае подписывайтесь на мой твич-канал и приходите завтра на мой тоже на мой тоже да и конечно побольше хороших людей поменьше дебилов он реально на меня ссылку твич скинул блять ты смотри там моя ссылка на назад ребят не понял а пока я оффлайн в гостях держу на канал Headway Games сейчас посмотрю онлайн там да ну кому интересно переходить подряд почему он скинул слух то на братишки на я щас не понял я ссылочку я в чат скинул ой бля еще блять а почему он скинул ссылку до сюда братишки скопировал случайно как блять случайно можно скопировать вставить и отправить буфер обмена коварная штука то есть вот эти два над следил за братишки нам что ли тогда ахахахаха сука что и любил ой суток моим на стримах в один а что это такое а как почему блять он репортил его вроде читбанд репортил братишки на испарился что ссылку типа скопировал и любил ой суток моим на стримах в один момент заснайпил его он спустился вниз и выдал фразу ставшую легендарный в пич кругах ой вижу за деревом вон за деревом сейчас вон н н ебать я помню эту игру пиздатая игра кстати я выходи потихоньку помаленьку чб более менее спокойно жил практически до середины лета 2016 когда на него быканул босс хейтер по-настоящему мастодонт россия искова стриминга я правда все-таки ставший украинцем по а уровню личности примерно равны ему и обладающий крупной активно агрессивной аудитории так сейчас ложит вот или шевцов или я и айтипедии ну нихуя я был этим и я был инициатором этого конфликта блять я был инициатором этого конфликта нахуй если б не я то этого конфликта бы не было у айтипедии с читбан этом алё сука о ну шо это такое я щас не понял а я рассказываю вкратце айтипедия однажды мы сидели с айтипедией с алексеем шевцовым в тимспик и промывали кости разным стримером тут речь зашла читбанать я такой говорю айтипедии блять ты прикинь ты знал что этот хуесос на читбанате банит у себя пермачем в чате за то что ты смайлик используешь свой у него в чате о я им эту историю рассказал он мне не поверил мы дождались пока читбанет запустит стрим и айтипедия такой окей я щас зайду и отправлю смайлик и блять читбанет банит в айтипедию нахуй себя айтипедия просто в ахуе блять что это же пиздец и по моему запускает стрим и начинает просто хуесосить читбан это ну а дальше я думаю сейчас автор этого видоса вам все расскажет потому что дальше там там конфликт был просто ебнутый прям и обнутый прям ну реально то есть там такой уровень потом поднялся такая шумиха было алексей шевцов более зажравшегося жадного мерзкого противного у юбана не видел все начать сереж самое забавное я к нему относился более-менее а потом кокнул глубже ясно а я к нему уже давно не нормально я к нему о бля о бля о бля еб твою мать нахуй вот это голосок у джессуса это еще джессус был на тот момент это потом он блять хессом стал да я настукачил и что ох ты сука не видно да сколько зрителей было тот момент он сначала охуенно относился я даже стрим его смотрел думают прям ну реально дохуя смотрел то есть люди уже знают люди уже знают узнаете кто с ним о а я блядь нахуй причем тут банан сука ладно 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 да это его подсос банан и хесусовичем давящий голос Да я не давил голос, блядь Я его в программе менял просто, ладно Я уже признавался в этом Я тогда использовал различные программы По типу Morphox Как-то так оно называется Для того, чтобы подкрутить себе голосок Более грубым, сделать его Да, да, и что? Но я потом перестал это делать Потому что мой голос, в принципе, без программы Стал грубым, таким Жестким, нахуй, а шо? А вот, реально Ну и, короче, да А че? А зачем? Ну потому что у меня голос прорезался Только к 30 годам А до этого У меня в 25 лет был голос, как у школьника Ебанова, реально, реально Поэтому мне приходилось, скажем так, вот этот Баг, который у меня произошел Фиксить С помощью программы Потому что это буквально был какой-то жизненный баг Ну как, в 25 голос Как у школьника Ну вот так вот Так тебе 25 Ну мне все еще 25 Да, все верно И, соответственно, да Я не давил голос Но я согласен, что В те времена голос у меня звучал Как у Какого-то ублюдка, блять Прям бесячий такой Я и сам, когда свои старые видосы Пересматриваю Я думаю, фу, блять Как люди вообще меня слушали Это же пиздец Ну прям реально Куевшие Короче, давайте Давайте Так вот Весь сырбор Произошел Ну хоть не подсос Айтипедии Уже хорошо За того, что ЧБ забанил Троицу за смайлики Да ЧБ в тот момент Банил за смайлики С других каналов Да, да Воспринимая все это Как пиар Да Ну это дебилизм полный Нужно добавить Что вся эта компания Возможно За исключением Шевцова Уже испытывал Негатив Его сторону Я, я испытывал Айтипедия И банан нет Потому что Когда я им рассказал Историю про смайлик Они просто охуели Они такие Да ну быть такого не может Мы не верим Читбанет классный Мы не верим А потом я им просто Это доказал На личном опыте Который сам ЧБ знал Хесус рассказывал Что ЧБ забанил его За то, что зрители Приходили И звали к нему А банан Как и Шурс В свое время Притягивал Витька За внешность Что и аукнулось ему В дальнейшем Блять Так вот По мнению ЧБ Они науськали Шевцова Против него В меру адекватные Тэки Были Я науськал Я науськал Не они А я Я единственный Это сделал О чем я кстати ЧБ лично Даже рассказывал Когда мы с ним В Москве еще Я помню Начали общаться Пересекаться Блять В стрепуху ходить Вот Ну и все И пришел на Крафт Драгонлора К своему на тот момент Товарищу Акулу Я тогда был На стриме Акула Когда у него был Крафт Драгонлора И он Одному Из первых Написал тебе Потому что он Очень тепло К тебе относился И относится по сей день Он в этот конфликт Влезать не хочет Ему все это неприятно Что сейчас происходит И тогда он тебя позвал И ты ему отказал Естественно Никто бы в жизни Не сказал Что я не приду Потому что я не хочу Тебя пиарить Но извини меня Витя Уж слишком много совпадений Ни к Семченко Ты не ходил Ни к Акулу Никому другому Ты не ходишь Именно из-за этого Потому что ты себя считаешь Персоной номер один В сегменте Контерстрайка И твое появление В каком-то из роликов Это означает то Что ему просто Прибавить репутации На твоем имени Ты слишком много думаешь О своем имени И он Ебать Уничтожил Планет за смайлики Все остальное Было из-за зряда Господи Но Это отношение Можно наблюдать В донатах Когда тебе чувак Просто скидывает И говорит Витя Он тут поглупый Нет, я твой канал Не пройду Не заценю Ни за что А зацени мою группу Не заценю Никогда ничего Так а я должен Заценять группу Алексея Я не понимаю Почему я Чего-то кому-то должен Хотя бы не скидпать донат В плане А почему ты решил Что скидпать донат Из рекламы И оскорблениями Это плохо Кто тебе об этом сказал Почему ты считаешь Что все должны Придерживаться Твоему мнению Зажравшиеся морде Заплатил деньги Он не мне заплатил Он захотел Дешевого пиара Который он не получает На моем конкретном канале На канале сотни других стримов Ну ты согласен Кстати По поводу Дешевого пиара И так далее Когда кто-то приходит Донатит 100 рублей Хочешь, чтобы за 100 рублей Облизали его контент Какой-то Клип или музыку Привет из 24 Как там До сих пор рекламу Не скипаете Да если шевцов Не получит лишнего шейкеля Он будет в конвульсиях Ножками биться Вообще непонятно Где Виктор учился дебатом Но ИРЛ он батлит отлично Сохраняет слоновье Спокойствие Позже в общение Вступает Ну я с этим Не соглашусь Мне приходилось С ним тоже ИРЛ батлиться Ну вот По той теме Которая была В 22 году Еще жиже Давай себе в штаны Давай мы с ним поменяемся Чтобы он сказал вслух Давай, хорошо Так а в чем тут проблема-то У Читбана-то и правда была Проблема как раз таки Связана именно вот с этим Что он боялся буквально Любое упоминание Кого-либо Там у себя на стриме Смайлики и так далее Это и правда было Чего и сам Читбана-то не отрицает Причем здесь Атипедия с бананом Были неправы Я не совсем понимаю Поменяйтесь, ладно? Только не вдвоем сидите А ты уходи Скажи ему про это То, что ты меня отправил Я ухожу Не, я в целом понял Автора И его Скажут так Определенные взгляды И определенные взгляды На определенных стримеров Да И опять же Некую предвзятость Если ты Украинец Да? Автор Смена людей Или если ты против Там Кое-чего Я тебя смотрел Все было нормально Я всегда замечал Что тебя Я прошу крайне прощения За перебивку Пожалуйста Ближе к делу Я максимально близко к делу Я просто говорю Как я тебе Когда же играешь В кс-ку Мгновенно Даже если человек Тебе просто говорит Привет Там Я там Двой фанат Реперы Ты всех у себя В команде бьютишь Всех в команде Противника За Абсолютно Так Я понял У меня огромнейшее Количество игр Есть В которых Мне попадаются Нормальные Адекватные люди И мы с ними играем Я передаю привет И говорю Пацаны Вы красавчики Даже записи Есть на твиче Где я с губью общаюсь Я мьючу Только неадекватов Которые меня оскорбляют Или на меня орут Как это делают Наверное большинство Ладно Хорошо Извини Говори Извини Короче Мне давно писали Что ты в своих видео Замаживаешь Чат Там где тебя Этим монтажер занимается Да А у тебя целый монтажер Который замазывает Видео Чат Сайты с левой Снимают Либо какие-то Хейтерные сообщения Как бы Это уже тоже Показывает Знаешь Мы тоже Честно с ляхой С легкой Прикалываемся Когда есть С ляхой Как столь ляха С ляхой Или слегкой Господи Я просто запнулся Потому что Нет Ты заговариваешься Потому что Вы правда не правы И почему-то Не хотите этого признать Начальный вопрос Опять-таки Хейтите Хейтите Его кикнули Алло У нас снова ротация прошла Да Я вы заметил Ротация замечательная Он позорится Он заговаривает Ну слушай Я не хочу тебя Конечно обижать Но ты не лучше Я не лучше Я понял Общение закончилось Киком ЧБ И стимспика И через день Они выдали Последнюю конвульсию Повторяя Все те же Шизотейки Приплюсовав к этому То что он не хочет Помогать своим топ донатерам И не добавляет Их в друзья Сейчас переписка Человека Который Денису Ой Который этому Читбану Задонатил 170 тысяч рублей Это один из топ Донаторов Вдумайтесь Какая это сумма После этого Чувак просто просит Его добавить Привет Добавишь Серёж ты видишь да? Да давай Смотри Но если хочешь Могу в стиме добавить Вконтакте нет И расписаться Но сразу предупреждаю Что не навсегда Ещё они добавляют Коронную претензию Страйки В те времена ЧБ действительно Кидал страйки на видео С его содержанием Особенно с негативными Насколько я помню Даже нарезчики Подвергались чистке Очень глупый мув Также они откопали Того самого суслова Предлагаю вам самим Послушать этот разговор Своим другом Это его друг Хороший Вот пусть Расскажет Что там Он с ним сделал Так что Вот слово тебе Ну короче Возьмём Например Такие вот Примеры То что Когда я начал Стримить То он Начал Свои стримы По факту Предъявили ему За его чсвшность Как я помню В итоге он их начинал В 4 часа дня В 2 часа дня Вот Зачем он это делал? Начинаю Точитать Чтобы Аудиторию Которая может Ко мне прийти Убрать На этом конфликт Закончился И позже Отипедия признает Полное поражение В дебатах Увы Большинство не признало Нашего Слива свиньи И для нас Это было Катастрофическое Просто Поражение Я считаю Но Шевцов не был бы Шевцовым Если бы не добавил Что он все таки был Я после этого конфликта Шевцов начал смотреть О нихуя Ну видите Все таки на руку Этот конфликт ему сыграл Какой по факту Шевцов в банан Несут хуйню А в каком плане Ну они может быть Просто блять Пытали свою мысль донести Не самым лучшим образом В данной ситуации Особенно банан Но это не значит Что они были неправы По отношению к читбану И то Как он вел себя в те времена Ну потому что Ну он реально блять Вел себя не очень хорошо Ну типа пиздец Банит нахуй за смайлик Боятся что За счет смайлика Он кого-то прорекламирует Блять Тем образом Что у него в чате Смайлик чужой появится Да ебаный свет Ну это же реально пиздец Это о многом говорит О нем как о Человеке На тот момент И как о стримере Прав Его дело Ну так и дело И айтипедии В том числе и банана Взять ему и за это предъявить Их дело В таком-то случае Можно любое говно Оправдывать тем Что Ну это же его дело Да Ну и все Что тогда Проблем было Из-за меня Такое проблем было Да блять То что ты зашел Блять И китнул его Да Ты зашел То что ты зашел туда Была проблема Первоначальная Я тебе говорил Что мы из-за этого Проиграем Но ты не слушал Ты был ЧСВ Который побежал Нет чувак Тишить свою ЧСВ На чужую территорию Подожди чувак Я изначально Это надо было делать На своем канале Про него С пруфами А потом уже Слушать с его стороны Обравдание Моей целью было Обоссать его На его же поле И по моему мнению Я это сделал Потому что я Этим идиотом Привел Реальные факты Единственное Что этим долбоевам Не хватило Это то что Я реально должен был Прикрепить Так называемые Пруфы Хотя любой адекватный Человек понимал Что я говорю Правду Потому что Публика тоже Встала на сторону Виктора Но тем не менее Множество конфликтов И отложенная реакция Ролика Айтипедии Тупо завалили ЧБ массой Что казалось бы Невозможно И он начал Угасать Да я не думаю Что это из-за этого Господи блять Как-то на него Этот конфликт Ябно не сказался Просто Читбаны В какой-то момент Мне кажется Просто сам уже Заебался стримить Одно и то же В эту кс-очку играть Это на самом деле Проблема многих стримеров Которые зациклины На чем-то определенном То есть там Стример по кс-очке Да Который стримит только кс Если начинает Что-то другое Псда блять Аудитория отлетает Или там стример по доте Или стример по майнкрафту По фортнайту Ну все ебать Шаг влево Шаг вправо Ты не можешь Что-то новое попробовать Все пиздец Степенно Виктор уже реально Синонимом чсв Не желая вклиниваться В меняющийся мир твича И складывается Впечатление Что он делает это уже Из принципа Не желая отступать Стример по политикс Где ты тут политику Сейчас видишь У меня блять На политике Как раз таки Уже онлайн меньше Чем когда я просто Что-то обычное стримлю Развлекательное В моем то случае Как раз таки наоборот Политика это уже Такое Стримишь политику Наоборот хуже становится Так что нет Вообще ни разу Упоминание Каких-либо других стримеров Полностью прекратились Виктор закрывается в себе Но материальная сторона вопроса Становилась только лучше Через пару месяцев К недавно купленной машине Прибавилась еще однушка В Питере В которую он переехал Но мотивации надолго Это не прибавляет Виктор словно продал Душу дьяволу За деньги Они высасывали Из него жизнь Контры в его жизни Становились Я тебя из-за политики Начал ла смотреть Ну Видишь Ты и сейчас сидишь Смотришь меня А политики то нет Ну и все Так что В моем случае Блять Ну политика и политика И шо И шо Я на этом Не зацикливаюсь Как бы У меня Сегодня политика Завтра блять Мы смотрим Какую то хуйню Потом тик токи Потом можно даже Поиграть в какую то игру Хоррор Не хоррор Блять Еще что то То есть У меня нет зациклинности На чем то определенном Становится еще меньше Аудитория принимает Это тяжело Даст Нет Даст проиграли Ну блин Я говорю Кс го Плохая игра После катки Виктор 10 минут сидит И скачивает Овервотч Ладно Го в овервотч поиграем Ну просто опять таки Либо заканчивать стрим Как бы Что я не хочу делать Потому что я всего лишь Сейчас по стриму Вот Либо стрим заканчивать Либо идти Как бы играть во что-то нормально А нормальное единство Это овервотч Поэтому го в овервотч Сыграем Хоть он и перетащил Больше ее часть На хизи Топовую игрушку Того времени Возможно вы про нее Даже не слышали Это что-то типа Пап Я играл в нее С дизи Да только в 2015 Бля пиздата игра была Вот ебаный пап Вышел Все испортил Потому что пап Куда хуже чем это вот Хизи Вот это вот так называемый Но игра ему надоела Как и в целом Соревновательные игры И Виктор начинает Пробовать новые И даже одиночные Запомните Если ЧБ когда-то Пробует одиночки В его жизни Все плохо Бля Стрессуя И заедая стресс Стал выглядеть Еще хуже И еще сильнее Набирает вес Проведя в таком графике Практически полгода На волне уходящей популярности ЧБ влетает Тот самый зашквар Про который я говорил Второй сайт казино Апкэш Но теперь уже настоящий Где ты играешь Не с другими игроками А напрямую с сайтом Запущенный на волне усталости От КС Недовольство от распределения Прибыли от прошлого проекта И желание Срубить побольше бабок На своей угасающей популярности ЧБ в ноябре 2016 года Представляет его публике И рандом Это его сайт был И ну и тому подобное Так подошли к самому главному Почему стоит довериться И выбрать именно мой проект Во-первых вы меня знаете И надеюсь большинство из вас Мне доверяет Поэтому это является Уже некой гарантией качества Выглядев как полная копирка казино Не взлетев И буквально через месяц Пошли баны от РКН за машинничество Сайт начинает менять домены Как перчатки И чуть ли не название Закрываясь спустя полгода Своего существования Последнее упоминание Я не знаю сколько он там успел заработать Я нашел в марте 2017 года Это все самые ракетки? Все вот эти вот названия Опкэш Ипкэш Иккэш Все вот это вот хуйня Очень сильно похоже на его сайт Поэтому это тоже скорее всего оно Я не знаю как Витя с его философией Мог пойти на такое Я даже верю Что этот сайт Был самым честным Среди сайтов наёба Но это все еще Сайт наёба Непонятно зачем Ведь в тот момент еще работал Я когда к тебе зашел на стрим Ты там хуйню смотрел И я ливнул почти сразу Потом как-то смотрел По чуть-чуть И теперь только тебя смотрю Ну охуеть И что я там смотрел Такого что аж ливнул Работала его рулетка Может быть он думал Что это принесет большую прибыль Или же настолько устал от кэса И от всего что с ней связано После бана апкэша Читбан это окончательно тильтует На стримах рассказывая Своей былой популярности Жалуется на всё Блять вот это Не я говорю Я не могу Почему такой мир кончен На старой рулетке Он практически не играет Хотя ее реклама Перед нарезками Будет оставаться Вплоть до ее кончины Стримы практически Полностью пропадают Все еще выдавая Рофлы по типу общения В чат рулетки Я по разным квартирам Перемещаюсь Но я сейчас вообще Под питером Ты короче Это какого С Украины Да вот это вот Ну изначально Изначально корни украинские Естественно Да 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 Ну вот такой да Такой Да Все Или редкие ивенты Такой Чит ванну Это корни украинские Виктор растерял форму в КС И в те моменты Когда он в нее заходил Либо жаловался на читеров Либо смотрел Патрули с ними Проведя целую серию Таких стримов Но на выручку ЧБ пришел Пупк И протянул ему Локоть Став для него Основной игрой Наигравшись в него Стал фортнайтером Собирая хорошие просмотры Оживил свой твич И ютуб каналы Виктор сначала Просто играл Потом донатеры Начали скидывать ему Деньги за челленджи По типу Игра без прыжка И прочее А тем временем На дворе уже 2018 Форма Опа Да ты постоянно Такую хуйню смотришь Что пиздец Приходится ливать Но в целом Как стример Ты что охуел что ли Мне вот это просто интересно Такие вот дурачки Как ты Которые высирают подобное А че вы то смотрите Блять Ну вот реально Че вы там Нахуй смотрите Самый главный позор Хеса Это то что Он оправдывает Артема Вульфа Это ну для любого Адекватного типа Понятно что он Провокатор и тд Да даже если Артем Вульф По твоему мнению Провокатор Похуй Пусть он провоцирует У ёбков Которые просрочкой торгуют Я Я не против Что бы он их провоцировал Они это заслужили Даже последнее видео Артема Вульфа Когда он зашел в магазин Где столько нахуй просрочки Что блять Это вообще пиздец Детские товары Просрочены И все Все Прекрасно знают Работники этого магазина Провоцирует он их Да и хуй с ними Блять Они это заслужили Потому что это гандоны Которые Продают просрочку И закрывают на это глаза Конечно блять А как еще относиться К подобным гандонам Поэтому в данной ситуации Это не Артем Вульф Плохой Который О боже мой Провоцирует Уродов Которые продают Просрочку в магазине Зная Что это просрочка Ну иди Дефай просрочку Жри ее Эту хуйню В таком случае В чем проблема Артема Вульфа В данной ситуации Я не понимаю Если проблема здесь В людях Которые просрочкой торгуют Зная Что они этим занимаются Матч челленджей ЧБ надоедает И он ненадолго Возвращается в КС Но естественно Форму Даже 2017 Он не вернул Ну как вы думаете Что это за ранги Мое Мое главное Зашквар Откровенно говоря Если признаваться Это вот стримы на кик Казино Это да Зашквар Тут даже спорить не буду А то что я там Артема Вульфа Оправдываю Как-то блять Ну так он базу делает Ебаный свет От просрочки Избавляется В смысле Ты у нас говноед Что ли Я не понимаю Наверное Большие звезды Блять А лучше вам не видеть Как я в КС играю Виктор опустивший бороду Стал выглядеть Как поп И в начале 2018 года Он согрешил Сгорев на тиммейтов И обозвав их Пи*** Получил А Засуждаю Блять А А Его забанили Чил бан на месяц А ну тогда да Такая хуйня была На месяц банили За это слово Меня ж тоже банили На 30 дней Тогда помню Когда Я это слово сказал Причем это было В период Тогда Когда на твиче Сходили слухи Что вроде как За это банят Тогда стримеры Еще этого не понимали Думали Да это все Прикол какой-то Ну а я тогда был Самым смелым Блять Думал что Ну это реально Прикол какой-то Ну не может быть такого Чтобы за слово забанили Самолетом Не-не-не Самолет Алло Это блять Уже было намного позже Это было именно в тот момент Когда эти правила Только-только начали Появляться И стримеры такие Типа Чего за слово Забанить Хуйня Я тогда тоже Такой говорю Ну это же хуйня Ребят Ну я Я вот смотрите Я говорю это слово И начинаю говорить Это слово Потом повторяю его Еще несколько раз И ты Ну видите Ну видите Не забанили же И в итоге Не забанили Проходит Три Месяца После этого стрима Где я Повторил это слово Несколько раз Три месяца Проходит За эти три месяца Вроде как Реально начинают Кого-то там банить За это слово Я перестаю его использовать Потому что блять Понимаю что походу Я был неправ Но проходит три месяца И через три месяца Мне пишет На тот момент Менеджер твича И говорит Алексей Здравствуйте У меня плохие новости Но вы получаете Бан на месяц За слово Уж как бы Поймите Ну такая ситуация Я такой Спустя три месяца Блять Чего нахуй Причем я и стрим Удалил тот с твича Чтобы вы понимали Да Какого хуя Я вообще не понял Прикол Видимо какой-то Показательный бан Решили сделать Что вот смотрите Мы забанили Там популярного стримера Чтоб другим Не повадно было И вот тогда-то После этого Все и на очко Подсели Блять Вот тогда-то И почалось И что самое-то обидное Это было под конец года Прям перед новым годом Но перед новым годом Меня разбанили Это я весь декабрь Тупо сидел в бане Весь декабрь Причем Вот этот Момент в жизни Вот этот месяц Он мне из башки Вообще вылетел Нахуй Я буквально Не помню Что я делал Весь месяц Я помню Что я не стримил И видео особо Не записывал Но я не помню Что я делал У меня буквально Вот просто Как будто Вот память отшибла И этот месяц У меня из моей жизни Из моей башки Вот так вот просто Удалился Я реально не помню Что я делал Я помню момент Когда меня забанили И помню момент Когда меня разбанили А что я делал между баном и разбаном Вот промежуток просто пустоты какой-то, блядь Я реально не помню Я тогда в Петербурге жил В подвале Я как будто в кому впал, блядь, я не знаю, на этот месяц Да-да-да, мне твич разбанили 31 декабря 2018 года, представляете? 31 декабря 2018 года мне разбанивают твич И мы... Я подрубаю тогда стрим Прямо перед Новым Годом, в новогодний вечер Я подрубаю стрим такой, типа, ебать, ребята, здорово И мы встретили тогда Новый Год Зато у меня было время записать всё-таки видео Я тогда записал новогоднее видео Банят, не-не, банят, банят Ты всё ещё такой же смелый, как тогда Ты в депрессии жёсткой был, в ТГ постоянно по этому поводу писал Чего? Какая депрессия? У меня не было никакой депрессии За мир, за Киев, спасибо большое Иди нахуй, я не буду ничего повторять Иди, иди сам подрубай и проверяй, блядь, без меня Ну, короче, тилт Тилт был, конечно, невыносимый тогда На месяц, блядь Я тогда просто охуел Типа, месяц не стримить Как? И тогда ещё было очень жёстко, что Когда тебя банили тогда на Твиче Ты не имел права вообще где-либо появляться Нельзя было стримить на других площадках Нельзя было появляться на стримах у других стримеров И у других стримеров на других площадках Ничего нельзя было делать По-моему, даже видео, блядь, нельзя было записывать И я такой, тебя просто вычёркивали нахуй Как личность из интернета Если тебя банили на Твиче Если ты где-то появлялся Запускал стрим Этот бан на месяц превращался в бан навсегда Всё И всё Я просто сидел, нихуя не делал Сейчас уже этого нет Сейчас этого нет Сейчас можно что угодно делать, если тебя забанили Похуй А, ну За исключением только того, что ты не можешь появляться на Твиче у кого-то на стримах А стримить ты можешь где угодно Вот Как говорится, рабство отменили Вот стримерское Стримерское рабство отменили Причём, кстати, не так давно Это произошло, по-моему, только в этом году Реально Охуеть Отменили эксклюзивность партнёрскую Пятёрку за это и забанили Ну да, ну там вообще пиздец То есть Там его девушка на секунду появилась случайно в кадре И ему за это бан дали Ёп твою мать Да Шиза ещё у Твиче осталась некая Осталась Вот За банворды банят только когда ты сам их говоришь Никакое осуждение работает Зарубежные стримеры вообще не осуждают банворды А если посмотреть Кайси НАТО То там вообще пиздец И чел всё ещё стримит Ведь ему можно говорить Энворд Я вчера сидел на стриме у Кайси НАТО Он стримил VR чат Игру И да Там пиздец Он играл с подписчиками И он там чё-то бегает Блядь Там в какой-то комнате Там сцена типа И на сцену его подписчики выходили И он там чё-то орёт Бегает блядь Там Джо Байден стоит на сцене Блядь И буквально банворды На букву Н пиздит Джо Байден Голосом Джо Байдена Ну там какой-то челик Выбрал скин Джо Байдена Через нейронку Поменял голос И стоит со сцены Просто хуярит банворды Блядь От лица Джо Байдена Кайси НАТО стоит На него так смотрит И вообще похуй Просто молча слушает Что говорит Джо Байден Блядь банворды Я такой думаю Охуеть Вот бы мне так конечно Это был вообще пиздец Потом там выходит Трамп И там Трамп начинает С Джо Байденом блядь Баттлиться на этой сцене Они друг на друга Чё-то пиздят У Трампа голос Трампа У Байдена голос Байдена Они там что-то Бла-бла-бла блядь Слова на букву Н Друг на друга Потом начинается стрельба Буквально я пересказываю Стрим Кайси НАТО На хуй Виар чате Потом начинается стрельба Трамп блядь Такой типа Вау-вау Мазафака блядь Пиздец Байден убегает на хуй Прячется там где-то За креслом блядь Это пиздец Короче блядь Просто Просто убил Я не знаю Вернувшись Пропиарил Snickers Чё? Дружище Это чё такое блядь? Ебать Это что за хуйня? Я вообще Этого не видел Это чё такое? Шлюха Это мем что ли Который? Дружище Ебать Это что? Стоп что блять не перс дружище когда ты голоден ты тупишь лучше кто пиздец в одном кадре читбанет сеня охуеть и снова пропал начало 2019 виктор встретил путешествуя а во приезду получил тег автора фортнайте что с новым сезоном не еще дали тег автора поэтому а что там так так сложно было получить что ли я помню братишки на этот брфф был как бы если вы хотите купить мой пропуск поддерживайте меня хоп-хоп и не выдержав даже трех месяцев опять пропадает вернувшись рассказывать ляк история как с вот с этим с ивангаем короче ну короче просто выгорел и все это обычное выгорание когда ты не понимаешь что тебе надо вроде как и хочется что-то делать иметь аудиторию по рассмотре но все сука тебя как-то это вообще не заводит это что пробовал создать youtube канал для детей причем на англоязычную аудиторию но успеха не достиг вы риску я не найду но можете у него сами спросить ты полностью покинули его жизнь но вообще нет стримов нет конфликтов все логично ах тын гюнду дэй чё блять осуждая блять шо это за хрена после возвращения он опять прокрутил барабан своих игр начав играть в кс позже смог даже внедриться в гт рп тусовку но мораль он так и не поднял его заебали местные агро стрим но я не виноват что он проебался ну типа он проебал 50 минут моего времени ребят не то чтобы я как бы типа там ценю супер свое время ну блять но я 50 минут мог ездить развлекаться с тёлками типа и делать контент у которых реально ехала кукуха от рп что логично их основной контент заключался в том что они кадрят каких-то бабы или отыгрывают крутых бандосов кстати пойдем снимемся пойдем с ним ну нет это уже хуйня какая-то постно начинается пойдем машину можете кинуть куда-нибудь киньте его в машину киньте его к вам киньте я поеду с кем-то из вас у нас на машине не это уже хуйня какая-то постно причина причина я отыгрываю эмили блять эмили сестра джо джо это жу-жо блять я отыгрываю эмили с целью того чтобы тебя похитить и снова там потреблять бабки просто побить а во второй раз сейчас еще года два назад когда а кто-кто когда против полон это было за его через свои отношения ко всем людям вокруг него а а а во второй раз все таки да еще года два назад когда же не выгодно а сейчас я я быстро вторую раз не рпш сегодня бля ебало донатера представили донатер донатит жужо говорит а чидваны был опущен два года назад за свой чсв и жужо такой я скипаю донат иди нахуй ха 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 донатер такой бля и ты такой же походу сука скипнул мой донат чсв если бы ты вчера взял и не запогашил в открытую я с тобой открытую я бы стоят pg присвоение свойств персонажу не соответствующему реальности отыграл хуёво короче с тобой третий раз уже бы не играл рп никакого похищения бы не было если бы ты вчера не запогашил все хентуха короче не напрягайся говори удовольствие все хорошо он свернулся он свернулся из этого он слышит все равно он слышит меня слышит то есть типа ебать аж уже оказывается нормальным когда ты был еще более-менее объективно это несправедливо джорджи на пизде да пошел нахуй блять я говорю это очередной блять долбоеб значит который блять хочешь чтобы я под его дудку играл честно признаться блять я послушал что он блять про вчерашню отыгровку говорил ебать мне не нравится что он блять плоскостопие у меня охуенно блять так то есть я должен делать как мне говорят мои стены снайперы серьезно идите видите пропадает и возвращается с новым токс контентом разбирая ролики хуй сося всех и вся у меня формат у меня спиздрил наверное получается это мой формат в те времена был алло я токсик меня не просто так дедом назвали были предъявы братишками что он так же как и огромнейшее большинство людей на ютюбе ой на твиче меня поливал дерьмом на мой взгляд абсолютно ни за что ну были 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 причины что у нас три сегодня ебанутишь и какой-то я блять просто сижу блять обсуждаю других людей блять что за бред если бы я хотел хайпануть что за бред я бы поверьте я бы сейчас начал пристрять блять разоблашения какие-нибудь уж точно не один раз обсуждать вот соответственно насчет хардплея хз я к нему вообще я к нему на самом деле отношусь наверно скорее негативно но просто потому что мне кашанками нагативу атså Braun но хардплей я негативно отношусь к тому человеку потому что мне кажется он ко мне негативно относится но я не уверен но я чисто так на всякий случай ты нему негативно отношусь блять я помню еще во времена когда я на ютубе стреляла руля свою хардплей на мою рулетку гнал и нес хуйню на тему того что типа у меня не честной игры в условии того ты чат вообще чат читаешь конечно Я только это и делаю Якста хэш Так ты такой же говнюк, нихуя Я всегда, когда мне говорят, что кто-то там Ко мне как-то плохо относится, я прошу доказательства И всегда говорю, что Ну если человек ко мне плохо относится То я буду к нему плохо относиться Ну это если, а я так-то не знаю, блядь Поэтому Я не могу сказать, что я кому-то отношусь негативно Если я не знаю его отношение ко мне Как я могу, блядь, это же бред Абсолютно поебать, все равно можно подкрутить Вот, он да, тебя хейтит Ну вот, понимаешь, то есть у меня Опять же верить людям из чата Да-да, тебя хейтит хардплей, 100%, подтверждаю А, ну ладно, все, тогда хардплей хуесос получается Вообще к человеку, который меня хейтит Как минимум, как минимум такое же отношение Знаешь почему? Потому что человек, который меня хейтит Скорее всего, он долбоеб Одном из таких стримов ЧБ заступился за стримершу Сараби Девушку своего лучшего друга Сереги Хелье Просматривая видео Соболева про твич-стримерш В котором... Уже нет А, я помню этот видос Соболева Порвало, чело, блядь Накинулся тогда на стримеров, говорящего Стримеры бездаря Зарабатывают такие большие деньги А вот врачи При этом Соболев, будучи видеоблогером Который, ну как бы на фоне врачей Тоже бездарь-то, по сути Который ничем от стримера-то не отличается Своей бездарности, если уж так-то говорить Ну, по факту, блядь Шо блогеры, шо стримеры Ну, один хуй Из той же области, разве нет? Максимально агрессивной манере Стримерша, смотрите, что придумала Она раскрашивает на камеру свое голенькое тело И раздвигает ножки, если вы ей сотку скинете Мне тут привыкнуть надо к тебе Ну так вот, чебо и вспылил И обвинил его в лицемерии Я захожу в ИК, у меня там такой лист, блядь, настрочен Я две строчки прочитаю, доту разверну Продолжаю, поформлю, поформлю, доту сверну Прочитаю, прочитаю, думаю, блядь, шо у меня там настрочил Это Блиновская была? Строчки прочитаю, доту разверну Продолжаю, поформлю, поформлю, доту сверну А, нет Я тебя, блядь, показал Ну, прочитаю, прочитаю, думаю, блядь, шо у меня там настрочил Короче, в 2013 году у меня было 100 тысяч подписчиков У них не было ни хера с Гурамом У меня Николасов ларин паси большое за 2 доллара были вписал чувак блять там у тебя контент охуенный живем мы в питере блять давай там блять что-то делать сотрудничать просто там чуть ли жопу типа дня ближу и вот моя соответственно не повелся потому что блять я всегда не любил бачу за видосики особо не с кем сотрудничать и более уж те времена и сейчас я как бы хоть как-то с кем-то могу там увидеться встретиться и так далее все времена блять не очень было бог вот в итоге я ему продал рекламу записал разве ножки за 100 рублей а подожди ты мне 100 рублей не дал алё дал боёб куда я нахуй я уже за бесплатно начал это делать ё-моё вот рублей по моему в группе вконтакте но суть в чем что вот он параллельно с тем как мне писал о том что типа я супер крутой супер охуенный у меня крутой контент вот он мне писал параллельно с этим он меня за спиной говорю что на контент говно откуда я это знаю ему свои капсал вот я как бы был тогда еще мелким и таким говном и занимался да то есть я реально как бы ему с фейка писал типа чё-чё типа ну я не помню как дословно это было но суть в том что типа я спросил он короче говорит что типа отдал читбан это вообще говно контент очень дерьмо вонючая я подожди блять читбан это с фейка писал соболеву и соболев какому-то фейку просто сразу ответил что читбан это говно просто я представляю что мне какой-то просто неизвестный мне чел пишет и спрашивает братишкин говно и я ему отвечают да да вообще хуйло нахуя окей покажи эту переписку с фейка у тебя жена осталась наверно чужой муля хочу спать сонная грима не надоело терпи терпи нам еще на кик стримить спасибо за два доллара твой капюшу этого хищу как говно ты только чтобы на жопу лизал вот я беру скидываю короче ролик него 100 подписчиков было у соболева да не нормально ли тогда подписчиков было в смысле копение на людях я понимаю что ну наверно читбан говорит про те времена когда у соболева прям вообще по нулям было ну ладно окей спрашиваю типа как тебе блять а этот ролик чё говно что ли это самый худший ролик который видел я такой блять что за бред ты мне блять параллельно сейчас в личку пишешь блять что у меня охуенный контент и ты со мной хочешь блять сотрудничать это моя первая с ним знакомство сищена на кик дайте ссылку на кик то время еще даже до того как у них 1000 подписчиков на ракамака фу было я уже понимал что это блектора к бака фу прось добавляю то что неплохо было бы ему морду набить в россии где они человеку плохо на чем они хайпанули грёбаная ёбаная постановка типа в россии блять все хуёвые васи блять не помогают где уже этот ролик разоблачили просто где только можно ролик разоблачили подожди а то есть это все все эти люди которые на улице здесь это все массовка что ли блять это не настоящие люди уже чел реально садится здесь как бы да дело вид что ему плохо и люди идут мимо но это получается это все постаново привет хес обожаю твои стримы чек пожалуйста предложку большой сообщение реально все актеры я просто не знал как кто разоблачил подожди где они столько блять людей нашли для массовки потому что блять это факт что это постановка там даже есть кадр где типа гурам лежит такой задержится запечен разбойте проходят только-только хотят подойти кадр блять обрубается потом блять пошла вот эта всякая хуйня тоже там по подожди то есть подожди чит баннett утверждает что соболь в те времена россию пытался выставить хуёвым в хуёвом свете я помню этот видос типа гурам падает на землю в россии ему никто не помогает потом соответственно соболев был в америке дело то же самое из америки и типа в америке все сразу подходят помогают соболев русофоб тоже там всякие пранки тупорылые некоторые потом он начал уже свой канал новостной создал начал хайпить на всяком дерьме потом естественно ужасный поступок с кемерово когда блять и так вся страна была на панике он еще эту панику ебаную разводил блять о чем все забыли за секунду блять вот интернет забывают просто за секунду он блять поступил с кемерово там в этой ситуации да то что он говорил что мертвых не 50 мертвых там 400 там мешки блять вывозит вот он эту тему блять просто поддерживала до он развозил панику да я на этом хайпа как на смерть блять хайту чумо и потом я прошла неделя и все это забыли но потом эта херня с парками тоже ну с парками как бы то что рекламирую парк росалли меня вообще поебать я вообще честно ничего плохого в рекламе парка или даже в рекламе выборов я ничего плохого не не очень хорошо потому что ты людям мнение навязываешь но если ты говоришь идите и голосуйте в этом ничего плохого нет поэтому я дурак блядь никуда мне доллары свои выкидывал бля ну глупые конечно учит бан от хуйню он тут несет реклама выборов равно реклама путина ёбаный насрал ну нет выборов в россии ничего не понятного то каким бы эти выборы выборы не казались выборы в россии это немного другое блядь это реклама мэра вроде было ну да собянин один хуй я не против рекламы парка но сама ситуация забавная что он предрекламировал парк все это понимают и потом выпускает видео и говорит что я не рекламировал я я просто сказал что парк крутой это совпадение я ничего не делал опять реально так говорил и у него пошли дизлайки у него пошли отписки его все блогеры обосали там роге штерна и всякие люди про него сняли разоблачения и вовсе обосали вроде бы кончина николая суббаси баха ходят две недели все вообще поебать вам продолжать снимать видео не дохуя лайк именно за это его и забанили пермачом основная причина которая пришла твича угрозы применения насилия угроза применения насилия представляете мне человеку самому доброму просто в этом мире который постоянно пропагандируют только добро говорят о том что типа чувак ты хотел убить кого-то это такой что подав апелляцию через месяц получил отказ в своем прощальном письме твич официально в с и и и пришел отчет что бан навсегда теории конечно это значит что я могу получить размана для этого нужно будет потратить очень много времени сил на что у меня нет ибо я написал что навсегда уходит из стриминга и будет снимать ролики на youtube и мб стриме там видео действительно были побоявшись остаться без денег еще до апелляции чб начал записывать ролики а после получения отказа в разбании вход пошла тяжелая артиллерия что это это ржом с мелким братом приговорил и были там очень прикол смешные видео реакции 2019 бля я помню эти видосы да попробуй не засмея они до сих пор еще вроде актуальны эти попробуй не засмеяться с водой во рту был бы сидишь смотришь кутку не смешную и типа да вкус это роналдо это леброн джеймс это будет дикий кринж ну шо ребят если вам вот этот малой вообще понравился так сказать давайте это марте опять начинается кс и устаревшая рублика путь десятому леву фэйсита которая почему-то взлетела и начинала собирать хорошие просмотров просидев в бане 165 дней 2 мая 2020 года получил амнистию естественно рублику он забросил думали вы но нет ведь я уже на стримах добил десятый левел фэйсита и даже продолжил идти дальше набрав одну из лучших форм в своей жизни в акамоле зашел на стрим любви и написал в изменился до неузнаваемости корона и эпоха сквадов принесли твич массы и виктор наконец-таки смог адаптироваться если бы он раньше загасился и сидел тильтовал то новый сперва принял челлендж от райза которые проходили почти все популярные стримеры ставший по сути челленджам все его жизни и я хочу кинуть челлендж всем вам и особенно выделю виктора чирбани на моего горяча и арсений осенью 7 давай попрыгать спасибо огромное спасибо ну капец щитбан от моего кореша блин капец к тоже макаре сейчас буду это твои рекорды побивать я попробую свои силы не знаю выглядит довольно просто то есть принципе мне кажется ну за минуту я буду то есть быстрее чем сипа мне кажется я пропрыгаю я не шарю я не шарю я пропрыгал 1.38 мне кажется ну то что я видел да быстрее по коробкам он словно оставлял все плохое что было в его жизни до этого каждый конфликт каждое оскорбление в свой адрес и и пройдя его опустил все эти моменты ничоси как говорится повзрослел припрыгал он коллаборациям с другими стримерами после которых его приняли во фрик-сквад вектор был на все даже было фрик-скваде я сука подожди это не фрик-сквад блять это восемьдесят девятый силажик блять забыл даже как зовут джоинта и бать шаду кек тут еще вообще пиздец какой-то абсолютно другой я в ахуе блять подожди я не он по он перепутал фрик-сквад или что с восемьдесят девятым челки не позже нет тут не тут что-то припрыгал он коллаборациям с другими стримерами после которых его приняли во фрик-сквад виктор был на всех популярных шоу начиная с местечковых заканчивая топами господи блять ля сука блять даже не коглай был во всей этой теме это как она эта игра называлась ебать не коглай за сша я в ахуе а мировое господство да мировое блюдство да 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 и вилон за северную корею ебан и роут блять лаба довели его до высот чуть ли не прежнего масштаба но его поведение изменилось стало чуть более наигранным где-то показательно добродушным многие люди высказывали свое недовольство поменявшийся философии виктора в частности тот самый хел е люди не одобряли как они выражались подсос ведь как фриками считали это не искренним но тут уже от меня прозвучит большое но люди которые следили за ним долгие годы видели сейчас караваем эту легкую показушность безусловно каравай стриме но были рады за него потому что это было лучше чем видите который был добавлен обрюзгший горящий на тиммейтов если умер блять опять читер и чб какое слово бля чего несете я реально спрашиваю чё с ним приказик стримит он же вроде закруглился с этой хуйней он же вроде говорил что блять больше никогда казино вообще не подрубит особенно после вот этой темы когда мизулина боковала и чувак иди ты в жопу тем более что он наконец построился под эпоху уже когда он уходил всякие бустеры вилон набирали популярность не напрягайся жестко верните мне старого бустера а этого заберите себе но когда он пришел это был совершенно другой твич искренность уже была не в моде всем нужен был контент в меру трушный в меру что называется пожевал и выплюнул вы посмотрите на хозяев и сравните их с моделью поведения чб 2015 я не говорю что они плохие они просто другие дело в том что чб версион 2015 если бы появился 2020 он никому не был нужен но построившийся под конъюнктуру вставший на дорогу ну лабора тренды меняются сыве запрос аудитории тоже идет дальше сосать уёбок вот сейчас увидели не логнула я ему и панувший фолгайсы новая аудитория не оставили ему шанса не влететь туда сейчас те времена вспоминаются максимально беззаботными красочные радужные какашки на экране веселящий глаз были нужны тому обществу и виктору в частности да пизда то было а турнир twitch rivals и топовых стримеров всего я бы я блять помню на этот легендарный турнир twitch rivals по майнкрафту как я тоха и мазелов еще кто там у нас команде был ламака как мы тогда играли блять ой такой позор был сука мы сами самое последнее место мы заняли на даме еще там смеялись на другой трансляции twitch rivals это был пиздец конечно зато смешно позор россии антирекорд мы там поставили по количеству очков блять в минус тупо вы сука бля мира на который в тот момент позвали его в команду бустера доставил ему искреннее удовольствие бляшу зеленый на турнире они выступили неплохо это точно прям точно я ребят доп 4 нахуй опозорил россию убежал да это главная причина по которой я решил уехать из россии позор на турнире по майнкрафту в целом после стольких лет хейта и ненависти к нему люди наконец увидели в нем простого добродушного парня который не желает никому зла со своими загон потому что читбан и сам поменялся господи он сам повзрослел просто перестал быть тем дурачком и недостатками как любой человек я практически его ровесник в тот момент тоже переживал непростой период и я не знаю кто сейчас осмелится всерьез обвинять виктора в том что он делал все это ради хайпа вы не поняли тогда уже в сша была я уже и не помню наверное да и майте то о чем говорите виктор закрывает еще один гештальт с музыкой и выпускает свой трек начинает все чаще наведываться в матрике который заводит и рейлы в основном скрываем и ринян как же тесно связано все это комьюнити а ринян это будущая девушка симпла с которой ради контента шеперился чб такого рода коллаборации продолжали сейчас она уже не встречается симплом сейчас она встречается с каким-то магой о смотрите морда торчит ля сука ля 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 морда торчит новости с хэсосом ля ля сука ля ля сука в рекомендациях а кто я до тех пор пока виктор в очередной раз не пропал пропал не как в прежние годы из-за тельта а просто молча и появился через три месяца еще более преобразившимся сказать что люди были в шоке ничего не сказать чб похудел до неузнаваемости бля мне надо так же исчезнуть отреметься и вернуться таким здоровым качком бля ребята я преобразился шея как у асхаба тамаева бля такая будет ну шо бля это вернусь такую душу ибо ракетку может быть сейчас запустим уже на 50 килограмм уже точно вот потенциально на 60 в принципе сейчас худею нишка упала количество коллаб уменьшается и все это заканчивается на шоу которая поразила зрителей своим кринжом вкусно с чем с чем вкусом бананчик не жвачка баблгом баблгом да был добавлен это был до такой систем для меня так то что это сахарные твои зубы приятно вам это был пиздец так хорошо дарушка я хуйня я тогда помню смотрел от прямого фильма такая я не зато может быть и какашка в теории а самого виктора отбросил на пару лет назад всем хай али это за кище война началась сначала который он стримил как и многие в то время позже начав нести мягко говоря не популярную позицию вот у нас условно дружба народов две дружественных страны россия украина раньше вообще одной страной были до ссср типа вот к чему эти законы в украине были там не за запрет русского языка а там и так далее вот к чему это было ну блять ну я вследствие чего на чб опять стригерился хесус я чисто чисто клещ нахуй для него реально что тогда в те времена я стригерился на него причем блять не я и как бы не напрямую я а через айтипедию получается с бананом и вот тут опять то что сейчас происходит между россией и украиной это давнишний план сша нацелено естественно на я как пиздец по листочку читает или это вырезали из контекста не знаю насчет порабощения россии он не по листочку читал тогда просто перед тем как стрим подрубить пообщался с каким-то я не знаю с кем он нахуй тогда пообщался но буквально было видно как он просто пересказывает то что ему кто-то что-то блять сказал я не знаю кто это был потому что до этого типа у него был другой стрим еще когда столько началось у него вообще другая позиция была у него была позиция против всей этой хуйни потом на неделю пропадает возвращается подрубает стрим и начинает вот эту хуету нести буквально как по листочку блять с было видно у неделю с кем-то общался ему кто-то что-то блять мозг промывал промывал говорил что типа блять ты не прав нахуй ты это все говорил тогда на стриме и напугал его видимо чем-то блять может быть жора этот я хуй знает общался с ним или нет вот и все и после этого он присел на очко удалил запись стрима того базового стрима и вот потом подрубил начал тут какую-то дичь нести блять сша и так далее про там русский язык и прочее конечно но естественно на то чтобы россию подкосить я честно не понимаю типа я ну я в отличие от него на его стрим заходил больше чем на пять минут и я прекрасно помню как он раньше высказывался по всей этой ситуации а здесь буквально просто он ну буквально переобулся блять чб в ds зовет я готов пойти в ds только если будет конструктивный разговор потому что мне впадло сейчас кричать и послуги не но я не знаю получится ли у нас с этим человеком конструктивный разговор учитывая что я от него тут слышу окей мы можем зайти поговорить на смотри на тему твои позиции я в целом согласен естественная против там того чтобы мирное население страдало и так далее но во первых я не говорю что я там против твоей позиции так далее культурно не получится я уже красный фраза была какой-то клипа как смотрел что мне не нравится когда люди говорят на сто процентов какие-то факты хотя ну очевидно что согласись во многих фактах мы не можем быть уверены сейчас на сто процентов и что-то как-то от ответа ушел ты кого считаешь зачинщика всего данного конфликта который еще тогда глобально в глобальном плане хочешь глобальном плане да глобальном плане не так то что там байден сел и куда-то там в подъезде насрал естеств но в глобальном плане да я придерживаюсь мнения что это естественно то что сейчас происходит это что давно происходит это естественно конфликт не россия с украиной конфликт россии китая с сша и европы Можно я скажу по-честному? Ну, скажи по-честному. Вот я скажу честно, я не знаю, насколько ты с этим согласишься, насколько с этим согласится аудитория, но сейчас именно по этому вопросу наш диалог выглядит, блядь, как два челика, реально мало, блядь, в чем шарят, сидят, блядь, пытаются друг друга переспорить. Но нет, как Хесус и некоторые личности, он не стал политическим стримером, а стал играть в Доту и КС. Я стал политическим стримером, нихуя себе. СВВ, спасибо за рейд, всем привет, ребята. Спасибо, спасибо, всем привет. Привет, 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 привет. Политический стример меня зарейдил сейчас, вот да. Текстополитстример, да, реально. Оказывается, блядь, где-то что-то упомянуть про политику, ты автоматически становишься политическим стримером. Даже если на 98% твой контент состоит из тиктоков и прочей хуйни, но если эти 2% оставшиеся это политика, то ты политический стример. Не тиктокерский, не развлекательный, а политический, блядь, потому что, ну, 20% почему-то каким-то образом перебивает все остальные 98%, да, не связанные с политикой. Как, блядь, это в голове работает у людей, вообще непонятно. Ну, ладно. Да ёпт твою мать. Смотреть видосики и проходить тесты, можно сказать, практически вернулся к истокам. Его хайп-контентиком на данный момент является Ник Томи, где он кадрит девушек. 28. С какого города? Новосибирск. Я казино-стример. Некоторых из них зовёт к себе домой. Смотрите, да про Читвана тут, блядь. ...приезжают, и в рамках стрима происходит общение. Такой формат Афоня ТВ. Смотреть это весьма интересно, видно некоторые... Ого, чё себе. А я думал, бесплатно, блядь, а ты ещё и со скидкой. Ну, чё-то как-то... На героя я не смахиваю, судя по всему, если даже в Макдаке вы не можете бесплатно мне дать, я не знаю, бутерброд, блядь, чё-то скидка только. Ну, чё-то как-то... Ну, я даже не знаю. Спасибо, братишкин лох. Спасибо за 2 доллара. Объяснение. Виктор моментами сам кринжует. Иногда подрубают редкие рейл, стримя прогулки, или тот же пикап и тусовки в клубах. Буёво делаешь, блядь! Буёво! Дай скажу! Нахуй пейте, блядь! Дай скажу! Бля, я был в этом месте с Читбанетом, кстати, причём. Прям в этом же месте, ещё когда в Москве жил. Да-да, а он до сих пор туда ходит, судя по всему. Не-не-не! Да, ЧБ, который раньше не пил, стал немного поддавать джаза. Так он и не пьёт вроде, если не ошибается в этих клубах. Ну типа ты на веселете, по веселе, а другим людям порчка. Это неправильно. Ладно, я всё ещё, веселем порчку. Немножко. А или пьёт, я не помню. Тебя и спорт в настроении. Чё, чё? Я тебя что-то должен или что? Чё происходит? Конфлик? Пиздуй, а чё? Куда открывать? Пиздуй, куда шёл? Блядь, это... Во-во-во-во, а чё происходит? Я... Не оскорбляй нам! Ты меня не оскорбляй! Ты меня не оскорбляй! Выведи его нам! Выведи его нам! Возьми его отсюда, выкини! Чё ты стоишь, Олег? Чё это, блядь? Я тебя сейчас вывезу! Не надо, долго сказать! Не надо! Не надо! Это будет лишним! Но не спился, не сильно стал зоупотреблять этим. Коллаборации за... Да, нормально такой контентик. ...стреймерами практически полностью прекратились. Но иногда он появляется на всяких твич-тусовках, пересекаясь с теми же сами хозяевами. По сути, их лидер-кореш, так же, как и я, вырос на их стримах. Чё, кореш-лидер хозяевов? И откидывает ему респект. Банатом я просто, типа, я чуть ли не расплакался, нахуй. Понимаете? Потому что я смотрел его 5 лет, сука. И я всегда, там, на протяжении долгого времени, когда я с Витей, мы уже, ну, мы уже просто, типа, там, друзья, там, все дела, Витёх, да, здорово, вся хуйня. И я всегда, когда с ним находился, я вспоминал те моменты, когда я смотрел его, блядь. Я не играю в доту, но могу отметить, что ЧБ не токсичит, как раньше. Но вайб какой-то безысходности присутствует. Онлайн столь великой личности не должен опускаться ни... 300 онлайн у него! ...иже 400 человек. Сам Виктор это понимает, подсев на мотивацию, потихоньку начинает опять видоизменять контент. Вот тут мы и остановимся. Подробно текущий период его деятельности, пускай разбирают уже другие. Я желаю Виктору пройти этот этап с высоко поднятой головой. Для меня он навсегда останется культовой личностью. Добывали моментики. О, блядь, ебанное, блядь. Мутри порт, всё. О, господи, блядь. А, а ты говорил, было по 10к. Так раньше, блядь, по 20к у него онлайн был. А тут просто как бы до 300, конечно, это надо постараться. Это надо постараться, блядь. Субтитры сделал DimaTorzok